Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует компания Ведопульс, и я врач компании Арчипасова Елена Алексеевна. Сегодня мы с вами проводим вебинар, который посвящен теме, название вы видите на слайде, это дискинизия кишечника и запора. Ну, вначале, как обычно, мы с вами немножечко касаемся вопросов анатомии, то есть строения. Ну, сегодня мы поговорим об анатомическом строении толстой кишки. Так как если мы затрагиваем сегодня дискинизию кишечника, то в основном, конечно же, речь пойдет о функциональных изменениях, нарушениях толстой кишки, поэтому вначале мы посмотрим анатомическое строение толстой кишки. Итак, весь кишечник, он делится на два больших отдела, это тонкая кишка и толстая кишка. И вот здесь как раз показано, как, так скажем, терминальный отдел тонкой кишки, это подвздошная, это еще относится к тонкой кишке, переходит уже в толстую кишку. И вот это место перехода тонкой кишки в толстую отделяет, вернее, тонкую кишку от толста при помощи так называемой заслонки, которая называется паугиневая заслонка, которая препятствует обратному движению химуса из толстой кишки в тонкую. Итак, подвздошная кишка переходит в толстую кишку, и начальным отделом толстой кишки является так называемая слепая кишка. Все знают о наличии слепой кишки, особенно благодаря так называемому червеобразному отростку, аппендиксу, который как раз является отростком слепой кишки. Итак, это начальный отдел толстой кишки. Дальше начинается большая, так скажем, кишка, которая называется в целом ободочная кишка. Ну вот эту ободочную кишку ее делят тоже на несколько отделов. Значит, выделяют восходящую ободочную кишку, которая, соответственно, доходит до печеночного угла. Вот она. Затем поперечно ободочную кишку, посмотрите, вот она так поперечно располагается. И если посмотреть ее топографию, то примерно где-то на уровне пупка, где-то, может быть, сантиметр-два ниже пупка, вот как раз можно найти проекцию поперечной ободочной кишки. Дальше идет уже нисходящая ободочная кишка. Она начинается с так называемого селезеночного угла, и, соответственно, она спускается вниз, и переходит в следующий отдел толстой кишки, который называется сигмовидная кишка. В области левоподвздошной, так скажем, левоподвздошной области можно пропальпировать сигмовидную кишку. Называется таким образом, потому что напоминает букву «С», поэтому сигмовидная. И уже сигмовидная кишка переходит в конечный, скажем, терминальный отдел толстой кишки. Это непосредственно прямая кишка. Вот мы с вами назвали все отделы толстой кишки. Соответственно, сегодня мы поговорим о функциональных нарушениях, связанных с моторной функцией толстой кишки. Итак, дискинезия кишечника. Само слово «дискинезия» давайте разобьем на составляющие и увидим, что приставка «дис» означает какое-то нарушение, а кинезис – это движение. Таким образом, дословно, нарушение моторной функции, нарушение перистальтической функции толстой кишки. По-другому еще вы можете услышать, дискинезия кишечника называют как синдром раздраженного кишечника. Соответственно, что же это такое? Это комплекс кишечных расстройств, возникающий из-за нарушений двигательной функции кишечника. И, как мы сейчас с вами сказали, преимущественно из-за отделов толстой кишки. Эта ситуация довольно-таки распространена. среди населения. И вот, посмотрите, дискинезия кишечника или синдром раздраженного кишки страдает практически треть населения всей планеты. То есть, такая вот проблема довольно актуальная. И среди всех тех, кто страдает, этим функциональным расстройством в основном преобладают женщины. Вот такие вот статистические данные. Ну, чтобы говорить об основных проявлениях, а тем более о том, как корректировать это состояние, сначала давайте определимся с тем, что дискинезия, она бывает разная. И таким образом, есть разный характер нарушения двигательной активности толстой кишки. И в связи с этим существует определенная классификация вот этих вот нарушений. Выделяют два основных вида дискинезии кишечника. Давайте с ними познакомимся. Первый вариант – так называемая гипермоторная дискинезия. Опять же, само название говорит о том, чем будет проявляться это нарушение. Гипермоторная, то есть какая-то чрезмерная, повышенная гипер. Это много. Какая-то чрезмерная, повышенная активность моторной функции кишечника. По-другому называется еще спастическая. Мы с вами видели, как выглядит толстая кишка. Толстая кишка, она выполняет какие функции? Она выполняет функции, но прежде всего, это функция всасывания. По сравнению с тонкой кишкой, конечно, эта функция здесь менее выражена, и нас сегодня эта функция меньше, ну, как-то мы будем ее менее затрагивать. А в основном мы будем говорить о двигательной функции. Двигательная функция, которая направлена на то, чтобы направлять химус, то есть содержимое толстой кишки, в соответствии к каудальному, так скажем, направлению. То есть передвигать химус, передвигать его по кишечнику. Соответственно, это возможно благодаря наличию мышечной оболочки, мышечных, так скажем, элементов, которые входят в состав стенки кишечника. Что делают эти мышечные клетки, гладкие мышечные элементы? Они сокращаются. И благодаря тому, что они сокращаются, кишка выполняет определенные двигательные процессы. Ну, самым таким известным, наверное, всем видом движения является перистальтическая волна, перистальтика. То есть сокращаются мышцы и передвигают химус в каудальном направлении. И вот это вот сокращение мышц, оно происходит не само по себе, а подчиняется определенным законам регуляции. Как, впрочем, и работа любого другого внутреннего органа нашего организма. Регуляция. И, соответственно, регуляция – это, конечно же, вегетативная нервная система. Хорошо нам известны два варианта регуляции. Это симпатический и парасимпатический тип. Соответственно, вот нарушение механизмов регуляции может привести к тому, что мышцы находятся в таком несколько спастическом состоянии. И мы тогда будем говорить уже о гипермоторном варианте дискинезии. Посмотрите, что это такое. Это состояние, которое проявляется повышенным тонусом и судорожными сокращениями вот этих гладких мышечных элементов, которые мы сейчас обозначили. И вот такой вот спазм, мышечный спазм, да, стенки толстой кишки, чем проявляется? Проявляется выраженными болевыми, так скажем, болевыми симптомами и то, что еще называют кишечная колика. То есть выраженный болевой синдром, спазм толстой кишки. И на фоне вот этого вот спазма основным, так скажем, клиническим проявлением гипермоторной дискинезии будет являться запор. То есть нарушение опорожнения кишки, толстой кишки. И второй вариант дискинезии, когда тоже нарушена двигательная функция толстой кишки, но это совершенно уже, так скажем, совершенно противоположные, так скажем, проявления. Это гипомоторная дискинезия. Или посмотрите по-другому, еще называется атоническая. Дословный перевод атоническая, тонус, да, это тонус, мышечный тонус. Приставка означает его полное отсутствие. Ну или отсутствие, но это практически редко проявляется. Ну, чаще всего это гипотонический, да, то есть снижение тонуса, ослабление тонуса мышцы толстой кишки. И в результате этого, то, что тонус снижен, моторика, конечно, будет замедлена. Соответственно, продвижение химуса, оно будет очень вялое, медленное. И чем это проявляется? Это опять же будет проявляться нарушением эвакуаторной функции кишечника, а значит, тоже запорами. То есть, посмотрите, дискинезия и по гипермоторному, спастическому варианту, и по гипомоторному, атоническому варианту, как бы причины разные, да, то есть состояние активности мышечной стенки толстой кишки разное, а клиническое проявление одно, да, проявление в виде запора. Итак, значит, здесь тоже запор, но болевые проявления, болевой синдром, он уже имеет несколько другой характер. Здесь не такая выраженная боль, да, не такая вот выраженная колика. Здесь проявление будет в виде тупой боли, которая вот по, как бы, по всему животу, да, пациент говорит, что болит везде. Тупая боль, которая может проявляться до нескольких часов, то есть довольно-таки длительный период. Ощущение такой постоянной перенаполненности кишечника. И вот на фоне сниженной моторной функции, нарушения поражения толстой кишки, гипомоторная дискинезия может стать причиной и привести к развитию кишечной непроходимости. Кишечная непроходимость, ну, это уже как осложнение, конечно же, дискинезии, она может иметь как острый, так и хронический характер. Помимо того, что выделяют гипер- и гипомоторный вариант кишечной дискинезии, различают еще первичную дискинезию и вторичную. В чем же здесь различие? Первичная дискинезия, опять же, почему она называется первичная? То есть это состояние первичное, потому что оно является самостоятельное. И самостоятельный процесс, при котором вот имеют такие вот нарушения моторной функции кишечника. А при вторичной дискинезии этот процесс является симптомом, то есть процесс не самостоятельный, а проявление какого-то другого заболевания желудочно-кишечного тракта. Как один из признаков, допустим, либо это язвенная болезнь желудка, либо это каких-то нарушений, связанных с дисфункциями со стороны желчного пузыря, в целом гепатобилиарная система. То есть это состояние не самостоятельное, а симптом проявления какого-то другого процесса. Сейчас давайте мы с вами посмотрим, а какие причины, идеологические, так скажем, факторы могут способствовать развитию первичной дискинезии, то есть как самостоятельного процесса. Итак, причин несколько. Тех причин, которые могут привести к нарушению моторной функции толстой кишки. На первом месте, как вы видите, это стрессовые ситуации. Почему? Моторная функция, как мы сейчас с вами обозначили, она регулируется, регулируется вегетативно-нервной системой. С одной стороны симпатическим отделом, с другой стороны парасимпатическим. Любая стрессовая ситуация, она приводит к дисфункции вегетативно-нервной системы. Как, впрочем, и многих других нарушений функциональных, которые мы неоднократно с вами разбирали. Вот, а сейчас мы говорим о проблемах толстой кишки. Так вот, стресс, особенно хронический стресс, приводит к нарушению моторной функции толстой кишки. На втором месте, второй этиологический фактор, это малоподвижный образ жизни. То есть, так называемая гиподинамия. И вот здесь на слайде красочно, да, продемонстрирован на рисунке как раз вот образ жизни большинства, скажем, не побоюсь этого слова сказать, ну, многих людей, да, наших современников. То есть, это гиподинамия. Соответственно, что же на третьем месте? Это погрешности питания. И что получается? Что приводит к развитию дискинезии толстой кишки? Это проблемы, связанные с образом жизни. Неправильный образ жизни. Мы сегодня на этом еще остановимся. То есть, неправильный образ жизни связан с гиподинамией, преобладанием гиподинамии и с нарушением и в целом погрешностями питания. Что же еще может стать причиной? Это дисбактериоз. Дисбактериоз, это что же такое? Это нарушение микрофлоры толстой кишки. То есть, развитие так называемой условно-патогенной микрофлоры. Все вы знаете, что в толстой кишке у нас живут микроорганизмы. И эти микроорганизмы, они выполняют для нас много полезных функций. Но, если в результате дисбактериоза нормальная, так скажем, микрофлора, она сменяется на условно-патогенную или патогенную микрофлору, вот тогда уже эти микроорганизмы, они не выполняют всех тех задач, которые выполняли нормальные микроорганизмы, живущие в толстой кишке. И это способствует развитию таких проявлений, как брожение и гниение в толстой кишечнике, что, опять же, способствует развитию дискинезии. Какие еще причины? Причины связаны с непереносимостью таких компонентов, как глютен и лактоза. Ну, немножечко давайте здесь остановимся. Непереносимость глютена. Наверняка тоже многие слышали. Глютен – это компонент, правильнее сказать, это белок, который входит в состав многих злаковых. И некоторые люди не переносят вот этого белка глютена. Причина какая? Ну, считается, что причина – это какие-то генетические нарушения. Но до конца причина, связанная с непереносимостью глютена, это заболевание еще называется целиакия, еще до конца не установлены. И вот в результате целиакии, непереносимости глютена, этот белок полностью не расщепляется. И, соответственно, к чему это приводит? Это приводит к тому, что в толстой кишке накапливается очень много токсичных веществ, которые, соответственно, оказывают свое воздействие на стенки кишечника. И чаще всего это заболевание, так скажем, проявление. Впервые можно с ним встретиться еще в очень раннем детском возрасте, когда родители замечают, что после того, когда ребенку вводятся прикормы, продукты, в которых содержится глютен, это какие-то злаковые, да, либо продукты, в которых есть злаковые, у него начинаются расстройства системы пищеварения, ребенок плохо прибавляет вес и появляется пенистый стул, ну, много различных, так скажем, проявлений целиакии в раннем детском возрасте. Если это же уже проявление у взрослого человека, то, как правило, это какие-то хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, которые сопровождаются выраженным метеоризмом. Вот. А причина этого вот непереносимость глютена. И вторая причина, как вы видите, да, это непереносимость лактозы. Лактоза – это дисахарид, который появляется у нас в результате ферментативных процессов, опять же, в тонкой кишке, связан с тем, что не хватает фермента, фермента, лактазы, которая бы окончательно осуществила гидролиз вот этого дисахарида. И лактоза, она, получается, не усваивается, не всасывается в тонком кишечнике. И, соответственно, поступает куда? В толстую кишку. В толстую кишку поступает вот этот дисахарид, плюс наличие микрофлоры в толстой кишке. Все это способствует брожению, повышенному газообразованию, и таким образом способствует развитию дискинезии толстого кишечника. Мы так немножечко сделали отступление, но я считаю, что это очень важно, потому что многие люди страдают дискинезией толстой кишки и пытаются выяснить причину. А причина оказывает непереносимость некоторых пищевых компонентов. И еще немножечко все-таки о лактозе. Значит, лактоза – это молочный сахар, соответственно, он содержится в молочных продуктах. И с возрастом наличие фермента, расщепляющего лактозу, его становится меньше, меньше и меньше. И поэтому у, скажем, взрослых людей непереносимость этого молочного сахара, она, так скажем, более выражена, чем в детском возрасте. И поэтому потребление молока и молочных продуктов нужно ограничивать, вот если выявлена такая вот лактозная недостаточность. Ну и в целом на шестом месте, да, какие у нас этиологические факторы, это наследственная предрасположенность. Если она выявлена у родителей, то у ребенка тоже может быть такой вот предрасполагающий фактор к развитию кишечной дискинезии. Каковы основные клинические проявления кишечной дискинезии? Давайте сначала остановимся на том, что прежде всего беспокоит. Это болевые ощущения, болевые проявления. Боли в животе. Наиболее интенсивно боль проявляется в нижней части живота и в области пупка. Болевые ощущения мы с вами описали, они разные, да, при гипромоторной и при гипромоторной дискинезии. Либо это колика, либо это тупая постоянная длительная боль. Вот эти вот болевые ощущения, они нарастают после еды и утихают после дефекации, либо после того, как отошли газы. Такая вот характерная зависимость установлена. Следующим проявлением дискинезии является вздутие живота. То есть в кишечнике происходит накопление газов, вздутие живота, особенно пациенты отмечают вздутие живота в вечернее время и такое урчание со стороны толстой кишки. Это тяжесть, это постоянная тошнота, причем тошнота, она не связана с приемами пищи. Это отрыжка, постоянная отрыжка. Вот такие диспептические проявления. Следующее проявление это запоры. Нарушение моторной функции конечно же приводит к нарушению эвакуации кишечника, соответственно что это запоры. Вот посмотрите, запоры основное проявление, но запоры иногда могут сменяться непродолжительной диареей, то есть может вдруг запор сменится жидким стулом. Все это говорит о дисфункции кишечника. И на фоне всего этого, то что мы сейчас с вами разобрали такие вот локальные проявления дисконезии, в целом страдает психоэмоциональный статус человека. Наблюдаются психоэмоциональные расстройства. Это тревожность, это могут быть депрессии, повышенная возбудимость, нервозность. То есть это тоже сопровождает кишечные дисконезии. Сейчас мы остановимся с вами на запорах, на одном из проявлений кишечных дисконезий и поговорим о хронических запорах. Так вот, причиной, если посмотреть аюрведические, так скажем, причины развития хронических запоров, то основной причиной хронического запора считается недостаток жидкости в организме. И вот этот недостаток жидкости, он приводит к тому, что иссушается толстая кишка. Иссушение толстой кишки приводит к запорам. Ну, аюрведические представления, да, о развитии тех или иных заболеваний, они, как правило, тесно переплетаются с нашими общими представлениями, да, академическими представлениями о развитии той или иной патологии. И вот сейчас мы немножечко окунемся в аюрведические представления развития запоров. И, соответственно, давайте посмотрим, что, согласно аюрведе, толстая кишка может находиться в трех состояниях. Смотрите, что это за состояние. это мягкое, жесткое и промежуточное. И, соответственно, эти три состояния толстой кишки, они будут соотноситься к трем типам конституции, то есть пита, вата и капха. Итак, при мягком состоянии толстой кишки калрыхлый или маслянистый. Это состояние наиболее характерно для пита типа конституции, потому что именно для пита типа присуще маслянистость. И если вот данный тип конституции страдает запорами, то здесь помогают мягкие слабительные. Ну, самым таким простым мягким слабительным является, допустим, теплое молоко. Мы сегодня еще остановимся на приеме слабительных, что к ним относится, но сейчас немножко по конституциональным типам. Итак, значит, пита мягкие, значит, слабительные в виде теплого молока. Промежуточное состояние толстой кишки, оно присуще капхе. Здесь уже требуются более сильные послабляющие средства и более длительное лечение. Если говорить о жестком состоянии толстой кишки, то это состояние более присуще вата, вата типа конституции. Здесь запоры чаще всего носят уже такой хронический характер, можно говорить уже об упорном их проявлении, то есть хронический упорный запор. И здесь уже в помощь могут оказать уже более сильнодействующие слабительные. Далее, что сопровождает запоры? И в целом нарушение моторной функции толстой кишки это конечно же метеоризм, то есть повышенное газообразование газа и вздутие живота. Значит, опять же, движение нисходящего воздуха или опана, опановата при этом затруднено. И это является признаком слабости пищеварительного огня, скопления газов, слабость и накопления амы. То есть все это признаки повышенной накопления токсинов, так называемых шлаков, так как у нас толстая кишка и кишечник в целом являются органом выделительным, в выделительной системе относятся, и соответственно через кишечник происходит очищение организма, то соответственно когда идет накопление газов, скапливается ама, то мы тогда говорим о повышенной токсичности. И вот это состояние, оно, да, вот эта воздушность, образование газов, оно наиболее характерно для высокой ваты. Ну, значит, мы с вами посмотрели на основные проявления, которые касаются дискинезии, и теперь давайте будем разбирать те моменты, которые помогут устранить эти проявления. В самом начале мы сказали, что дискинезия это в основном проблема образа жизни, поэтому любую проблему всегда начинаем с того, что решаем проблему образа жизни, это что? Режим, дня режим жизни и проблемы связанные с питанием. И всегда, сколько мы уже нозологических форм с вами не разбирали, всегда говорили о том, что лечение любой нозологической формы, что в академической медицине, что в аюрведической медицине, оно всегда начинается с того, что пациенту нужно обязательно менять его распорядок дня, его режим дня и обязательно характер питания. Если же не будет изменено вот эти два основополагающих момента, тогда лечение в академическом представлении таблетками, какими-то другими средствами, оно будет мало эффективно. Поэтому дискинезию толстой кишки, в целом проблема, связанная с запорами, конечно же, мы начинаем от того, что нужно изменить образ жизни этого человека. Итак, образ жизни. Есть такое понятие, которое мы все прекрасно знаем, это здоровый образ жизни. Часто слышим про здоровый образ жизни, но теперь давайте непосредственно разберем, что же к нему относится. Второй образ жизни, который включает в себя избавление от стресса. Как правило, легко сказать, сложно сделать, хотя жизнь современного человека это сплошные стрессы, но тем не менее, это избавление от стресса. Это полностью исключить гиподинамию, то есть это занятие спортом, это активный образ жизни. Если есть какие-то проблемы желудочно-кишечного тракта, то их нужно вовремя выявлять и соответственно лечить. И следующее это, конечно же, правильное питание, потому что на питании много что завязано, связанное с моторной функцией кишки. И очень важно научиться опорожнять кишечник и лучше всего делать это в одно и то же время. Если мы говорим об аэрведических представлениях, то опорожнение кишечника это, конечно же, утро после пробуждения обязательно должно происходить опорожнение толстой кишки. Но по крайней мере для нормальной функции моторной функции, то опорожнение должно происходить ежедневно. Если опорожнение толстой кишки не происходит в течение 48 часов, тогда уже речь идет о наличии запоров. Давайте посмотрим на этот слайд. Здесь, так скажем, в схематичной форме показано, что же относится и что включает в себя здоровый образ жизни. Прежде всего, это питание. Мы сегодня остановимся довольно подробно. Это отдых. Сюда можно отнести избавление от стрессов. Это обязательно отсутствие вредных привычек. Не назвали мы этого, но тем не менее, вредные привычки, такие как особенно курение, никотинозависимость, влияют на работу желудочно-кишечного тракта. В целом, продукцию соляной кислоты, эвакуацию пищи из желудка в тонкую пешку, на соответственно секреторную активность желудочно-кишечного тракта и в том числе и на моторную функцию толстой пешки. Соответственно, отсутствие вредных привычек. И посмотрите, вот на этой схеме также сюда относятся и движение. Движение, то есть это борьба с гиподинамией. Что включает в себя движение? Различные формы активности в зависимости от состояния, от возраста человека, его возможностей. Это могут быть либо просто прогулки по свежему воздуху, либо это занятия физкультуры, либо это уже более активные виды деятельности, то есть занятия спорта. Вот все эти компоненты, это и есть здоровый образ жизни. Ну теперь остановимся на диете. Так называемая диета-терапия. Диета-терапия особое место в лечении дискинезии. Итак, что же должно быть обязательно в рационе питания каждого человека? Это обязательно так называемые продукты-стимуляторы моторной фунт, ну моторики кишечника. Их обязательно нужно исключить из рациона или по крайней мере ограничить их в своем рационе продукты, которые способствуют газообразованию. Сейчас мы назовем продукты, которые относятся и к одной и к другой категории. Ну вот в самом начале сегодня мы с вами определили, что дискинезия протекает по двум типам. Это гипермоторная спастическая и гипермоторная атоническая дискинезия. Вот в зависимости от варианта проявления дискинезии и различные варианты диеты. То есть всем страдающим запорами, дискинезиями так называемыми одну и ту же диету назначать в любом случае не рекомендовано. Нужно разобраться, по какому варианту протекает дискинезия толстой кишки. Давайте посмотрим. Если это гипермоторная дискинезия, то есть спастическая, когда выражены кишечные колики, выраженный болевой синдром, когда наблюдаются такие спазмы и судорожные сокращения толстой кишки, какие же здесь принципы питания. Здесь рекомендуется включать обязательно растительные масла, самые различные. Все то, что есть у каждого на кухне. Это прежде всего подсолнечное масло, это может быть кунжутное масло, оливковое масло, то есть наличие растительных масел. Дальше, из рациона питания нужно исключить белый хлеб, то есть так называемые рафинированные продукты. Белый хлеб это как раз рафинированный продукт. Это хлебобулочные сдобные изделия, крахмал, содержащие продукты. Это жирные продукты, это жирная рыба, жирное мясо, это убрать все острые продукты, которые как раз острые копченые продукты, жареные продукты, острые специи, они как раз способствуют возникновению спазмов мышечной оболочки толстой кишки. Поэтому их из рациона нужно обязательно исключить. И вот такому спазмированию мышечной оболочки толстой кишки также способствуют крепкий, обращаю внимание, крепкий кофе и крепкий чай. Поэтому вот эти продукты нужно исключить и уделить особое внимание присутствию растительных масел в своем рационе. Дальше обязательно исключают продукты, которые способствуют повышенному газообразованию. То есть те продукты, которые способствуют метеоризму. Что же это за продукты? Ну это все бобовые. Их нужно исключить из рациона питания. Нужно исключить такие овощи, как капуста, все виды капусты. Это редис, репа, речка, китайский салат, это лук, артишок, грибы. Грибы способствуют развитию метеоризма. Значит посмотрите отказаться от в своем рационе от каши. От каши, которая изготовлена из цельно зерновых продуктов. Кроме рисовой каши. исключить из своего рациона такие фрукты, как виноград, груши, яблоки, персики, пенамбур, земляная груша. Это все газировки, газированные напитки, газированные соки. Если говорить о приближающемся празднике до Нового года, это шампанское, газированный продукт, который тоже будет способствовать развитию метеоризма. Это молоко и молочные продукты, включая мороженое. Вот, казалось бы, то, что очень распространено, то, что все мы очень часто употребляем свою пищу, есть в рационе практически каждого человека, то при гипермоторной дискинезии от этих продуктов нужно отказаться. А при обострении их нужно вообще исключить из своего рациона питания. Когда сняты основные проявления и восстановлена моторика кишечника, то тогда постепенно в свой рацион питания можно вводить овощи, но вначале овощи нужно вводить только в вареном виде, то есть отварные овощи. А потом постепенно диету можно расширять, рацион можно расширять и уже применять и в сыром виде. Дальше, если речь идет о гипомоторной дискинезии, атонической, то есть наоборот, когда мышечная клетка расслаблена и, будем так говорить, не хочет сокращаться, чтобы проталкивать химус, то здесь нужно эту мышечную клетку подстимулировать, повысить ее активность. И здесь уже посмотрите совершенно другие принципы диеты. Что же здесь? Здесь нужно в рацион питания обязательно включить продукты, которые богаты клетчаткой. Это какие? Ну, вот, авокадо, брокколи, свекла, цукини, сладкий перец, морковь. Все это будет стимулировать моторную функцию толстой кишки. Наоборот, нужно исключить из своего рациона те овощи, которые содержат много эфирных масел. Что к ним относятся? Это лук, сельдерей, петрушка, укроп, чеснок, редис. Их нужно убрать. В рационе должен быть черный хлеб и каши, смотрите, приготовленные исключительно на воде. Различные нежирные супы. Значит, если человек употребляет мясо, то можно рекомендовать мясо только нежирные сорта и нежирную рыбу. Это все может входить в рацион питания при гипомоторной дискинезии. Дальше, что стимулирует работу кишечника? Это свежевыжатые фруктовые и овощные соки. Это сухофрукты, это яблоки, бананы, потому что они содержат большое количество органических кислот и таким образом они стимулируют ленивый кишечник и заставляют его работать. Это кисломолочные продукты, которые содержат бифидобактерии, которые необходимы для нормализации микрофлоры толстой кишки и также стимулируют моторную функцию. Что способствует регулярному стулу? Это применение пшеничных отрубей. Про отруби наверное тоже многие слышали. И пшеничные отруби применяются в чистом виде и длительность лечения отрубями, применения их в диету, включения их в свою диету довольно длительная. Посмотрите, 6 недель. Отруби заливать нужно кипящей водой и настаивать, или так скажем, заваривать, запаривать 15-20 минут. И вот то, что получилось, можно употреблять как самостоятельное блюдо, либо можно добавлять в какие-то другие свои продукты, питания. Допустим, суп либо смешивать вместе с кашей. И вот применять так в течение 6 недель. Большое количество клетчатки стимулирует моторную функцию простой кишки. дискинезия. Посмотрите, значит, как-то принято, что если человек страдает запором, то ему обязательно показаны какие-то слабительные препараты. Так вот, оказывается, нет. И иногда применением слабительных препаратов можно нанести вред. Опять же, все зависит от того, по какому варианту протекает дискинезия. Если это гипермоторная дискинезия, когда мышца и так находится в повышенном состоянии сокращения, в спазме, то вот здесь слабительные препараты противопоказаны. Потому что что делают слабительные препараты? Но механизм действия у них различный, но тем не менее они способствуют моторной функции. А здесь и так спазм вкладкой мускулатуры кишечника. Поэтому при гипермоторной функции слабительные препараты будут противопоказаны. Здесь что на основном этапе лечения? Это назначение наоборот тех препаратов, которые будут снимать спазм. То есть так называемые спазмолитические средства. А если же речь идет о гипомоторной дискинезии, то здесь все наоборот. Здесь мы говорим о ленивом кишечнике, о мышечной клетке, которая не хочет работать. Поэтому здесь спазмолитические препараты применять никак нельзя. Это вызовет еще большую атоничность. Вот здесь наоборот будут показаны слабительные препараты. Поэтому вот здесь обращаю внимание, очень важно установить, что за вид дискинезии и в зависимости от этого уже применять различные компоненты лечения. Ну, все знают, что при наличии запоров есть такой метод лечения, как назначение клизмами. И лечение клизмами в аюрведе называется басти. Клизмы довольно эффективны при запорах. И давайте посмотрим, что клизмы оказывается бывают различные. клизмы бывают очистительные, клизмы бывают масляные. Значит, и давайте посмотрим, при каких ситуациях какие клизмы показаны. Вот очистительная клизма, да, если мы смотрим сейчас с аюрведических представлений, то мы видим, что когда имеет место хронический запор, когда у человека зловонные газы, то тогда рекомендуется очистительная клизма с травами, которые снижают вату. Потому что мы так и говорим, что упорный запор, жесткое состояние толстой кишки, как правило, на высокой вате, то тогда как раз и показаны клизмы с такими компонентами, травами, как пхала, фенхель, аир. Можно добавлять смягчающие компоненты в виде масел, то есть это кунжутное масло, масло солодки, такой вот смешанный вариант, либо в чистом виде это масляные клизмы, масляные клизмы с подменением масел, посмотрите, в пропорциях кунжутное масло в одной, второй и вода смешивается в теплом виде, то есть не холодная, в теплом варианте, но и не в горячем ни в коем случае, и соответственно вводится в толстую кишку. Что хотелось сказать еще немножечко про клизмы. Масляная клизма, в чистом виде масляная клизма, которая вводится с введением в толстую кишку различных масел, ее так скажем значение это размягчить каловые массы. Размягчить каловые массы это как правило при гипермоторном типе дискинезии и масло, действие масла на слизистую толстой кишки будет оказывать еще и спазмолитический характер, то есть снимает спазм. Если же есть такой вариант клизм, как гипертонические клизмы, гипертонические клизмы как правило назначают с магнезией, магнезия сульфа 20-30% либо с гипертоническим раствором соли, то есть натрия хлорида 10% гипертонические они так как они осматическое давление в просвете кишки повышают за счет такой своей большой гипертоничности они очень увеличивают моторику толстой кишки и такие вот гипертонические клизмы они назначаются при гипомоторном варианте дискинезии ну а то что мы начали с вами говорить об очистительных клизмах в начале договорили о лечении клизмами то очистительные клизмы их можно просто проводить с теплой водой либо с добавлением трав их основная функция это что это вымывание каловых масс вымывание каловых масс при любом варианте хронического запора теперь давайте остановимся на лечении запоров по различным типам проявлений лечение запоров вата типа что здесь применяется смотрите применяются специи специи которые улучшают пищеварение мы говорим низкий огонь пищеварения накопление амы значит нужно простимулировать работу толстой кишки значит это специи это маслянистая пища то есть включаем в рацион орехи молочные продукты это различные масла которые как бы увлажняют промасливую слизистую оболочку толстой кишки и такие специи посмотрите как имбирь кардамон асофетида которые снижают газообразование и улучшают моторную функцию толстой кишки если речь идет о запорах питотипа то здесь как правило имеет место быть еще нарушение функции печени что сопровождается еще и дисфункцией поражения желчного пузыря а желчь которая накапливается в желчном пузыре она поступает в тонкую кишку и принимает участие в пищеварении прежде всего жиров способствует моторике кишечника так вот при запорах питотипа как правило они сочетаются с нарушением оттока желчи поэтому здесь в диете нужно обязательно ограничить потребление жирной пищи масел здесь мы наоборот ограничиваем потребление маслянистой пищи сладостей это все нам нужно для того чтобы нормализовать функцию желчного пузыря как известно представители питотипа это очень эмоциональные люди для которых характерное нарушение изменения очень быстро психоэмоционального состояния это гневливость это повышенная возбудимость и поэтому вот здесь любой стрессовый фактор может привести к развитию дискинезии и вот здесь нужно выявить причину следственную связь и у таких людей нужно ну как скажем нормализовать их эмоциональный статус состояние дать выход стрессу при запорах питотипа рекомендованы горькие ослабительные ну как правило да горечи рекомендуют рекомендуется которые опять же нормализуют функцию печени если посмотреть на аюрведические компоненты то здесь можно использовать алоэ амалаки а если это препараты то это трепхала которые можно применять вместе с соком алоэ если посмотреть на фитотерапию западную то что здесь здесь применяется ревень лист сенны но нужно сказать что сена это довольно сильная слабительная опять же горечи какие это барбарис щавель это те фитокомпоненты которые будут способствовать опорожнению толстой кишки то есть сейчас мы говорим о применении слабительных слабительных да очищение при помощи слабительных толстой кишки называется веричана если мы говорим об аюрведических методе аюрведическом очищении толстой кишки и вот этот метод применения слабительных он очень хорош при состояниях высокой питы он подавляет ослабляет ощущение жара в целом тонкой кишки потому что желчь выделяется в тонкую кишку и здесь все взаимосвязано и работа гепатобилярной системы и дисфункция тонкого и толстого кишечника ну вот здесь на этом слайде как бы красочно показаны те продукты которые оказывают ослабляющее действие и те продукты которые наоборот обладают крепляющим действием следующее это запоры по капхотипу капхотип это как правило застой слизи это ощущение тяжести вялости утомляемости то есть это как раз вот тот ленивый кишечник то есть вялость толстой кишки и застой химуса в ней что в диете в диете нужно исключить сахар сыр йогурт хлеб вот эти все так скажем высокорафинированные продукты то есть кондитерские изделия крахмал содержащие продукты такие как допустим крахмал значит здесь для представителей капхотипа нередко помогают голодание то есть лечение голоданием 1-3 дня обязательно нужно заставить работать толстую кишку поэтому здесь физическая активность любая любой вид деятельности нужно простимулировать и физическую и умственную то есть это различные аэробные упражнения меньше спать больше двигаться больше работать заставляет себя что-то делать из слабительных рекомендуют легкие слабительные травы значит тоже горечи горькие слабительные это алоэ это ревень сено но еще раз хочу сказать что сено это довольно сильное ослабительное все это способствует удалению жира и снижению веса чтобы запустить огонь пищеварения простимулировать в целом систему пищеварения и моторную функцию горячие специи горячие специи это имбирь красный и черный перец вот мы с вами сейчас в основном говорили об изменении образа жизни и действительно изменение образа жизни диеты способно нормализовать функцию моторную функцию толстой кишки но еще хотелось бы остановиться на рефлексотерапии то есть на воздействие биологически активных точек ну либо пульпаторным либо это лазерное точечное воздействие которое также оказывает воздействие на восстановление моторной функции толстой кишки вот здесь на этом слайде я вам привожу скажем скриншот вкладки рефлексотерапия которые есть в ПК вида пульс и соответственно различные виды кишечной дискинезии и воздействие на различные биологически активные точки в зависимости от вида по гипермоторному или гипермоторному дискинезии ну и как обычно мы останавливаемся на тех маркерах на тех индексах которые можно увидеть на аппаратно-программном комплексе вида пульс при наличии вот нарушений моторной функции толстой кишки но прежде всего это что это изменение функциональной активности по второму меридиану то есть это меридиан толстой кишки то есть здесь могут быть различные проявления это может быть как снижение его функциональной активности вот здесь показано на этом слайде да либо это если это гипермоторный спастический вариант то это может быть и наоборот напряжение функциональной активности по второму меридиану Далее, если посмотреть на вкладку недана, а здесь вы видите недана субдоша, то на что обращает себя внимание? Мы сказали, что при запорах по различному типу страдает опановата, изменение со стороны нисходящего воздуха, это опановата. И поэтому по вкладке вата субдоша нужно обратить внимание на субдошу опановата. Опять же, она может находиться в двух функциональных состояниях. Либо это снижение функциональной активности, либо опановата может находиться в таком неком напряжении. Если нарушение дисфункции по ПИТа, типу конституции, мы выяснили, что обязательно затронута еще и функциональная активность печени и состояние желчного пузыря, то со стороны субдоша ПИТа будет затронута ранжака ПИТа. И, как правило, будет находиться в состоянии функционального напряжения. Если же говорить о капхо-субдоша, то здесь накопление слизи в полстой кишке, снижение моторной функции, вялости, об этом может свидетельствовать напряжение по кледако-капхо. Такие вот проявления со стороны субдош. И еще хотелось бы остановиться тоже на вкладке Недана, но это уже Панча-Махабхуд, то есть проявление пяти элементов. Если мы говорим о повышенном газообразовании, то есть о выраженном метеоризме, то, как правило, будет происходить повышение активности элемента воздух. Если же человек страдает хроническими запорами, то жесткое состояние полстой кишки, это, как правило, проявление по капхо-варианту, это тяжесть. Это будет говорить о преобладании элемента земля. Здесь как раз это и отображено. Ну вот такие основные функциональные маркеры, которые мы можем увидеть на АПК Видопульс. Ну вот на этом хотелось бы закончить. Мы сегодня с вами разобрали основные моменты, связанные с дискинезией толстой кишки. Если есть какие-то вопросы, я на них отвечу. Константин, вы пишите, черный хлеб – рафинированный продукт? По-моему, нет. Нет, я его не называла в рафинированных продуктах. Я говорила, что белый хлеб и хлебобулочные кондитерские изделия, значит, булочки, да, всякий сладкая выпечка – это рафинированные продукты. А черный хлеб, он не является рафинированным продуктом. И поэтому при гипомоторной функции дискинезии черный хлеб показан. Спасибо большое. Приглашаю вас на следующий вебинар, который будет посвящен теме апистархоз, то есть гельминтозы, апистархоз, который состоится в следующую среду. Всем большое спасибо. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok